Слава Украине! Привет всем от Полонского! Продолжается жутчайший скандал с попыткой главы Международного Олимпийского комитета, некого проходимца Баха, допустить рашистов и белорашистов, я имею ввиду спортсменов из так называемой России и из оккупированной России Беларуси, к Олимпиаде. Вы сами прекрасно... Ну, он говорит, что ничего было страшного, у спортсменов это может быть единственная Олимпиада в жизни, и, мол, они же без знамени, без гимна, без герба будут там, что, мол, такого. На что совершенно справедливо отвечают все остальные. Вот вчера была только дискуссия 35 стран, нет, 36 стран, то есть Украина и еще 35 стран. Министры спорта принимали участие, в некоторых случаях это даже были президенты. И все законно... Во-первых, все категорически против, во-вторых, они законно задали такой вопрос. А как приехать на Олимпиаду украинским спортсменам, вот вместе с этими рашистами, которых они убили, их воскресить надо, или как, или что это делать? Вот убили наших спортсменов. А как приехать, как подготовиться к Олимпиаде тем спортсменам, которые раньше готовились в Харькове, в Донецке, в Херсоне, где-то там в Храматорске. Масса, масса людей там готовилось, масса украинских спортсменов готовились в спортзалах этих городов. Им как сейчас? Что им делать? Потому что Рашистская Федерация разбила те города, где они тренировались. Им как сейчас готовиться к Олимпиаде? А вот эти рашисты, они во вполне приличных условиях себе тренируются. И так далее, и так далее. То есть вопросов возникает много, включая вопрос в том, как рашистская пропаганда моментально использует даже вот этот такой ничтожный допуск, унизительный допуск своих недоспортсменов к Олимпиаде, они ее моментально используют. И вот официальные представители всех 35 стран, причем это были, вы знаете, среди этих 35 стран не было ни Эритреи, ни Лесота, ни Свазелинда и даже не было Мавритании. Там были Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Япония и так далее. Кстати, мэр Парижа очень четко высказалась по поводу участия, возможно, участия рашистов в Олимпиаде, которая будет, кстати, в Париже. Она сказала, что в Париже им будут не рады и их видеть в Париже не хотят. Четко и понятно. Без всяких, кажется, дипломатичных реверансов. За что я лично снимаю шляпу. Да, так вот, что и как будет. Значит, 35 министров категорически сказали, нет, мы будем убеждать Баха этого не делать. Поляки предложили компромиссный вариант, который, с моей точки зрения, был бы интересен. Ну, смотрите, на Олимпиаду можно допустить спортсменов из так называемой России и из Беларуси в одном случае, если это беженцы из этой страны. То есть, люди, которые не согласны с московским режимом, незаконным, и то же самое с минским режимом. Люди, которые открыто высказали свою позицию. Вот, как Кристина Тимановская, да, вот из Беларуси. Она сбежала и имеет право. Вот, с моей точки зрения, с Тимановской нет никаких проблем. Пускай бы выступала девочка. Она, кстати, молодец, красава. Четко выступила, разложила по полкам, да, кто, куда, чего и как. И там не только она, там таких довольно много, ребят. Ну, далеко не все, вы же прекрасно понимаете. 95% российских и белорусских спортсменов оказались просто говнюками. И подкаблучниками, и путинскими, и вообще подстилками. То есть, этих людей допускать, конечно же, никуда нельзя. Допустить можно тех, кто, знаете, четко, ясно высказал свою позицию по войне Путлеровской России в Украине, по незнакомости московского режима, по незаконности минского режима. То есть, люди, которые явно против этих режимов. Это предложили поляки. В принципе, я тут, как говорится, такое делаю. Да, таких людей можно допускать. С моей точки зрения, то же самое. Какое решение примет Международный Олимпийский комитет, я думаю, он не пойдет в данной ситуации на конфликт с ведущими странами мира. Тем паче, что его финансирование, в общем-то, на 99% от этих вот 35 стран как раз и зависит. И самое прошиво будет, если вообще Олимпиада, так сказать, расколется, и в результате очень много спортсменов откажется выступать в одних соревнованиях, там, где будут выступать расисты. И, собственно говоря, это можно вообще привести к смерти Олимпийского движения. С моей точки зрения, расистов и белорасистов, тех, кто поддерживает, соответственно, Путина, Лукашенко, на Олимпиаде не должно быть от слова вообще. Им там нечего делать. Пожалуйста, вот туда, в Сыктывкар, вот там, вот, хорошо. Прыгайте в длину, кидайте в высоту. Что вы там еще делаете? Кстати, или, как вариант, тоже можно, значит, для расистов организовать альтернативные соревнования, например, да? Например, соревнования, чемпионат по мародерству. Вот они там, кстати, можно будет сразу привезти вот этих вот, бурятский полк, который был вот здесь вот у нас под Киевом, в Бородянке. Они, кстати, возьмут все призовые места, потому что даже вот людоеды из Чугачанга будут стоять, лепку чухать, а как можно так обчистить дом за полторы минуты в военное время, под бомбежкой. Ну, это невозможно. И при этом умудриться скрутить даже ручки с двери и краны в ванной. Это, конечно, большое достижение. Ну, унитаз, да. Потом, например, можно будет организовать им правильно забег с унитазами. Забег с унитазами на 100 метров, на 200 метров. Забег с унитазами на средней дистанции, там, 500-800 метров. Вот это можно будет, конечно, им там организовать. Такие вот соревнования будет замечательно. Да, у них вот отдельное соревнование. Но в этом случае, если для них будут организованы вот такого рода соревнования, я считаю, что русская олимпийская команда должна будет вот с этими вот аксессуарами, так сказать, и выйти на дорожку перед... Вот знаете, когда открытие олимпиады, трождественное открытие олимпиады, российская команда должна идти в обязательном порядке с ворованными унитазами. Тем, кому не нравится, например, чтобы там идти с унитазами, ну, пускай, в конце концов, идет с ворованной батареей. Правда, это тяжело, но ничего, они же спортсмены, они же великие, они могучие. Редактор субтитров А.Семкин